добрейшего всем вот значится и мне пришла посылочка от улиток посылочка или повесточка узнаем когда откроем как видите по такому случаю я даже разгреб вот смотрите видите как все чисто красиво по этому случаю я даже разгреб комнату от банок пива энергетика ведь ну как бы сами понимаете да там на прохождение одного сезона приходится примерно банок 100 и только пиво вот и как бы у нас уже сколько в игре пошло сезонов 4 или 5 ну а соответственно так и получается а другая история это смотрите видите как бы посылку я еще не открывал то есть смотрите видите тут я записываю все с одного дубля я надеюсь что все видно вот сценария нет ничего нет просто телефон поставил и погнал смотрите видите тут скотч все заклеено все приклеено еще ничего не открывал ничего не трогал сейчас будет это все дело распаковывать и значит какая история случилась ведь ешь на что показывает чуть-чуть местами помятая что случилось значит приходит почтальон на такой почтальон печкин открывает дверь в квартиру в комнату в дом и там такая стена мусора знаете прям стена из мусора ну вы же понимаете до сезона все дела надо же как-то проходить это все дело и мусор что же кто-то должен выкидывать а никто что вы не выкидывает ну и вот там знаете ползали тараканы повылетали мухи там мыши побегали там сразу истерики крики визги ну это начал что-то затирать мотор с полицию вызовет то в общем договорились что он не вызывал полицию и условились на том что мне посылку а значит она кстати весит три с половиной килограмма что мне посылку забросит на а я живу на третьем этаже ну и понятное дело получилось это не сразу и даже не третьего раза вот но получилось поэтому как бы соответственно вот она и немного помятая боже чуэнсу так сейчас сейчас будем открывать я вот не знаю ставлю оставлю ли я момент самого открытия потому что она тут запаковано довольно таки добротно вот она тут довольно таки добротно запакована значит посмотрим как пойдет если она легко откроется то я не буду в принципе вырезать еще на всякий а сказал я и увидел только на всякий случай я тут поставил две камеры вообще-то но вот на из них грохнулась вот ну короче как камера 1 стоит это вроде нормально стоит и вторая там чуть пониже на всякий случай вдруг с одной что-то случится чтобы записывала другая фух еле открыл даже проблема была не в самой коробке а тут сверху короче был такой талончик ну с номером посылки все дела и и помимо того что приклеили на обычный скотч его еще просто зачем-то наклей кажется как будто приклеили но тут даже кусочки пооставались так я открыл я же говорю я еще не открывал вот ну при вас открывал до показывал части моменты а подождите нет еще свой скотч и теперь точно открыл так я же говорю сейчас я куда-то немножечко в сторону отставлю так телефон не попадали хорошо вот сейчас я чуть-чуть в сторону отставлю и буду просто действия мне больше не пригодится отставлю стороны будут просто из этой вот из этой коробки до доставать чтобы все было четко видно вот ну вроде нормально это должно быть все видно хорошо плюс еще стоит тут 2 2 камера буду периодически на нее переключаться чтобы было видно что тут делаю так давайте смотреть поехали вот тут такая коробка интересная ну-ка ну-ка дайте ко мне сюда так смотрим поехали ну вот это у нас да это у нас термос вот смотрите на обе камеры показываю коробку подвину надеюсь она не мешает вот значится термос термос смотрим да ну все она уже здесь ничем не спаковано просто берешь открываешь поехали так все коробка в сторону а вот такой вот термос ну смотрите-ка у него тут подставка снизу интересная и здесь вот как бы название название конторы ладно меня за это побьют потом название компании вот гейзин ну кстати знаете вот надпись в принципе довольно таки неплохо сделано я бы сказал она практически впечатана в этот термос потому что знаете бывает еще на эту камеру покажу потому что знаете бывают такие которые ну там буквально за ну ты там раза три-четыре помыл посуду и все и она стирается но это вроде добылки так как бы вот смотрю это вы довольно таки хорошая ну-ка понять бы еще как это дело открывается ладно зачем я могу просто открутить ну-ка что по запаху а тут они еще положили классно 1000 положили вот эту вот штучку которую которая влага с этим которую влагу собирает ну еще скажу как бы плюсик до что ничего ничего не воняет то знаете каким-то там не хорошим пластиком или еще чем-то good так куда мне теперь до поставить так ладно это дело отправилась дальше значится 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 об блокнотик так вскрывать а как вскрывать то а понятно он не запаянив я просто искал где его открыть блокнотик ну тоже такой добротный мне нравится смотрите у него еще есть эта резиночка чтобы он а чтобы чтобы можно было закрыть чтобы он не раскрылся да вот ну хорошо мне нравится тоже надпись я на это обращаю внимание потому что знаете ну вот когда покупаешь что-то там дешевое то как бы эти надписи они все очень быстро стираются то есть даже от обычного использования тут они вот такие все добротные кстати будет забавно вот если сейчас вот это все рассказываю распинаюсь окажется потому что я забыл вообще запись включить причем на обеих камерах вот это будет прикол опа шоппер ну это вот эти сумки так называют эти вот тканевые слушать им довольно таки здоровая до приличных размеров там еще как будто не не там ничего нет это она просто было сложно так так опять таки смотрите проверяем надпись я не знаю насколько это хорошо видно просто я показываю что что она именно ну это не как наклейка это именно идет как принт то есть он не сотрется со временем ну посмотрим конечно но идет вроде как да как часть ткани но мне по крайней мере так кажется и это хорошо мне понравится так все это отправляется туда так смотрим о поп шоколад pan panzer шоколад кстати зацените я немного не такой звук ожидал услышать то просто сам факт я думаю видно на видео то что и на эту камеру тоже покажу что это все дело у нас металлическая ну то есть знаете не какая-то там шоколадка за 10 рублей там из магнита или из пятерочки не в обиду конечно этим шоколадка но просто это тоже гуд он тут посыпано чем-то интересно так хорошо сюда опа пошел пошел так пошел пошла одежда смотрим английский ну это тоже знаю что эта игра туре так я про него мало что знаю понимаю это какой-то типа battlefield но улиточный здесь уже запах на запах на это что эта штука надо ее открыть полностью тогда вот это у нас инвести сейчас я ее открою полностью ага а вот вот да это как и ну как понимаю что то типа батлы но только от улиток я просто ни разу не играл я знаю что такая игра есть и все получается те кто снимает инвести получают футболки в раз андер мобайл в артандер мобайл прошу прощения вот впрочем давайте как бы ее вас уже достал да давайте я покажу как это выглядит ну на на деле в живую вот такой вот пока смог получается смотрите так это дело выглядит на мне ну скажу что по размеру она мне подошла ну правильно потому что размер собственно и спрашивали по размеру меня все устраивает вот тут это на я не вижу что здесь но это как я понимаю название до компании которые связаны с этой игрой вот так это дело выглядит есть сам еще одежда будет она тут есть то буду одевать и показывать как она выглядит ну потому что одно дело просто показать а другое дело еще показать как это смотрится вот на человеке так давайте показать чтобы я не меняла ежда смотрите здесь я я догадываюсь что это просто чтобы 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 не того не ляпнуть следопыт а ну это как я понимаю да какой-то браслет так а тут компасы дело в том что она запаяна и вы не получится открыть его не получится открыть просто руками надо нож доставать да это браслет здесь браслета есть видите но этот как его компас есть у браслета давайте вы снимем ну как я понимаю это браслет либо же может быть это еще может цепляться на рюкзак но скорее на руку узнаете может быть я что-то и путаю и это не браслет просто именно по размеру ну вот по размеру да если его закрываешь сейчас это выглядит именно так его можно наверное его так вот просто одеть я пытался на руке застегнуть но это не получается так быстро сделать возможно это просто как знать какая-то подвеска на рюкзак ты его одеваешь и все у тебя тут и у тебя тут это как вообще как моток веревки выглядит в общем что то такое знаете когда после сезонов отправляешься первый раз за месяц выходишь на улицу и да веревка принципе моток веревки не помешает его можно и так одеть просто просто чтоб не порвать хотя может быть это и не браслет с чего вообще решил что это браслет но просто как бы по размеру да понимаете вот это же прям как ну вот как на руку так давайте смотреть дальше тут еще есть одежда но опять таки давайте что-то другое посмотрим что-то помимо одежды смотрите чай как раз и к этой шоколадке моё что думал он высыпается это просто-то просто вот эта ленточка ну кстати смотреть довольно красиво еще упаковка такая знаете как под как под кофе из бумаги необычно написано обычный черный чай я уже 100 лет обычного текста прописанного не видел поэтому не сразу нет но будут как раз под шоколадку а здесь принципе только то одежда и осталось вот здесь только одежда и осталось поэтому собственно собственно все придется придется перемерить все ну давайте начнем с самого большого надо наверное отойти чтобы она как-то нормально в кадр попала сейчас чуть-чуть мусор разгрести с упаковок так это худи кофта да такая значит выглядит выглядит все себе дело вот так но она действительно довольно таки большая вот я пытаюсь как бы расправить это все чтобы показать значит тоже знак мне нравится что он как бы вшит то есть не не сайте никак какая-то наклейка которая там за три стирки сотрется а как именно как значок так и сзади сзади довольно таки большой принт смотрите дэвтим все я тоже считается разработчиком вопросы по поводу баланса сдавать камни но это принципе можно даже и поверх этой одеть раз за худи оно как бы должно идти поверх какой-то другой одежды ну а вот как это выглядит дело все на мне до делаешь все правильно вот это знак впереди а этот большой сзади вот что мне при нравится на супер красивая очень 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 красивый знак все дела значит так это дело выглядит на мне опять-таки по размерам вопросов нет и по запаху тоже нет никаких вопросов все четко все мне нравится так здесь еще одна футболка есть еще одна футболка еще на футболка осталась это мне придется себя все это снимать до чтобы померить достаем так но комната снова забита мусором как и до видео в принципе а таки star conflict футболка сзади череп star conflict ну то есть получается те кто снимают star conflict и инлисты да вот та другая футболка они получают ну мерч с вартандер мобайл да и обычным вартандером а вот те кто снимает ну закономерность понятно вот а здесь кстати а вот я здесь или вижу нет кстати здесь я на плече не вижу вот этой вот надписи гейджин гейджин тим я знаю что проявляется неправильно но просто я как бы акцентирую что здесь этого нет впрочем то и ладно я и все равно померяю так ну собственно вот как выглядит футболка star conflict надеюсь я той стороны одел вроде когда той опять-таки по запаху вопросов нет и скажу отмечу что мне нравится это все вещи которые я одевал мне подошли прямо прям хорошо но вот это вот а мне нравится что она вот здесь довольно таки свободное и в плечах то есть нигде не давит нигде не жмет этот супер круто так стул стул возвращаем на базу так в руку просто взять что-то для кадра а вот я уже думал блокнот затерялся в той кучи в той кучи упаковок которая осталась термос верну там прям супер красивый кстати он нет все вопросов нет значится как бы на этом все больше в коробке ничего нету так на этом все больше в коробке ничего вроде нету может там где-то не знаю где-то там может быть еще промокод на чифа завалялся может он другой коробки может шоколадки ладно я уверен тут еще где-то лежит промокод на чифа и столько голоды но это уже другая история это я там потом сам виду еще отпишу мы может быть у себя в телеграм-канале значит самер чем я абсолютно доволен вообще никаких вопросов нет все супер качественно мега круто ну все таки как бы компания да как уровень спасибо всем тем кто был причастен к ее сбору к ее доставке потому что это было довольно таки непросто подробности рассказывать не буду но скажу что это действительно было нелегко нелегко доставить но все-таки доставили спасибо большое ну и подводя итог хочется сказать как бы спасибо все и вот этой вот всей компании да я могу сказать гейджи но я бы что неправильно произношу выглядит супер глупо поэтому я и не произношу вот поэтому просто спасибо компании за то что она продолжает разрабатывать нашу самую любимую игру до варта на мобайл ведь это все довольно таки не просто очень много упирается в телефонные ограничения и то все 5 до 10 сейчас опять начну заговариваться и буду в какие-то дебри я у меня на этом у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел пишите что думаете думаете что пишите увидимся